Сегодня 63 ученика вошли в историю Олимпиады «Лучшие по праву», которая стартовала еще в 2005 году. За это время в конкурсе приняли участие более 3000 человек, каждый из которых доказал, что знает и умеет отстаивать свои права. В этом году свои знания в области российского законодательства проверили 516 школьников из городов и поселков Юго-Тюменской области. По традиции, организаторами Олимпиады выступает Тюменский госуниверситет и региональный центр «Консультант плюс» по Тюменской области «Полное право». Олимпиада проходила в два этапа. Первый состоял из онлайн-тестирования, которое было рассчитано на проверку базовых знаний школьников. Затем в финале старшеклассники выполняли более сложные задания по основам права. Наибольшую сложность у меня вызвали вопросы глобального характера, такие как проблема Украины, широко обсуждающаяся в данный момент в мире. Как оказалось, некоторые ребята занимаются изучением права уже давно, другие заинтересовались этим недавно. Где-то это началось год назад, потому что я решила, все-таки определилась с выбором вуза со своим, и решила все-таки поступать на юриспруденцию. И, соответственно, право, такой предмет как-то интересен не очень. На церемонию награждения пригласили абсолютно всех финалистов. Имена победителей до последнего момента держались в секрете. Лучшими по праву стали девятиклассница Дарья Ревякина, Дарья Корень из 10-го класса и одиннадцатиклассница Вероника Толстых. Победителем творческого конкурса с консультантом на УРА «Докажи свои права» жюри признала Алена Фролову. Отметим, что многие из участников Олимпиады уже решили, куда пойдут учиться. Я хочу поступить в Тюменский государственный университет. Пока еще не определился, может, на экономические или на юридические факультеты. Стоит добавить, что результаты Олимпиады Менделеев будут теперь учитываться при поступлении в Тюменский госуниверситет. Поркомитет Межрегиональной Благопровии Олимпиады Школы Менделеев, в рамках которого проходит эта Олимпиада, принял решение и рекомендовал вузам всем в Тюменской области защитить результаты данной Олимпиады в качестве индивидуальных достижений. Несомненно, для финалистов нынешней Олимпиады это станет дополнительным шансом поступить в выбранный вуз. Александра Орлова, Алексей Мойсев, специально для Евразион ТВ.